Всем большой привет, мои хорошие, с вами Даша, вы у меня на канале YouTube, и сегодня мы поговорим с вами об очень насущной теме. Это мода во время пандемии. Видео будет разговорным, достаточно интересным, и с картинками, и с разными фактами, данными, исследованиями, в общем, слегка аналитическое, но в то же самое время мы с вами порассуждаем, пофантазируем, как же ситуация в мире, которая сейчас есть, пандемия, как она повлияла на модную индустрию, что сейчас изменилось, и что нас ждет в недалеком уже будущем. Поэтому, если вам интересно узнать все самые актуальные новости об изменениях в мире мода, то, конечно же, оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Я разделила видео на несколько подпунктов. Это будет комфортная мода, также мы поговорим о том, что стали больше, меньше носить и покупать, в том числе поговорим, конечно, без этого никуда, про спортивные костюмы и как их внедрить в свой повседневный гардероб, расскажу вам формулы образов, поговорим про маски и моду на них, про съемки через Zoom, через компьютер, домашние, про изменения в будущем моды, а также, что немаловажно, про дезинфекцию одежды. Ну что, поехали! И, как я уже сказала, первое, что мы с вами обсудим, это комфортная мода. Что такое комфортная мода? Во-первых, все мы понимаем, что во время пандемии всех закрыли дома, случился глобальный мировой локдаун, и во время этого локдауна люди, которые никогда не работали из дома, они стали работать из дома, они стали работать на удаленке, многие, по крайней мере, и многие начали учиться через Zoom, начали на конференции ходить через Zoom и так далее, далее, далее. Что это значит? Это значит, что все-таки костюмы и на крахмальной рубашке уходят немножко куда-то назад в прошлое, и гораздо быстрее даже, чем я могла это представить, то есть пандемия скатализировала этот момент, что костюмы уходят на второй план, и мне кажется, даже сейчас, когда мы начинаем потихоньку возвращаться более-менее к нормальной жизни, уже столь строгого дресс-кода в офисе уже не вернуть, потому что за этот год люди очень привыкли к удобству и комфорту. И если вы обратите внимание, то многие бренды, у которых никогда не было раздела домашней одежды или лаунч одежды, у них появился такой раздел. Абсолютно все бренды до одного сделали коллекцию домашней комфортной одежды, и одежды, которые можно носить из дома, скажем так, на улицу. Одежда многофункциональная, а не каблуки с накрахмальными рубашками и узкими пиджаками. То есть мы с вами постепенно двигаемся к тому, что у нас сокращается потребление именно офисной одежды, и в разы увеличивается потребление домашней лаунч комфортной одежды, в которой можно провести весь день и практически в одном и том же ходить дома и выйти на улицу. Поэтому не удивляйтесь, что коллекция лаунч и домашняя у брендов будет все расширяться и расширяться, потому что когда к людям приходит комфорт в чем-то, им потом очень сложно от него отказаться. Можно привести самый банальный, самый глобальный пример в этой теме. Это каблуки и кроссовки. Вспомните даже в фэшн-вике, не знаю, восьми лет назад. Я специально найду и пущу по экрану, как одевались на фэшн-вике, точнее, как обувались. У каждой уважающей себя фэшионистой были вот такие каблуки. Когда были модные кэт... кэтон-хилл, ну почти кэтон-хилл. Когда были модные китон-хилл, ходили на китон-хилл, но все равно на каблуках, чаще всего на безумно высоких. Как только в тренд вошли кроссовки и кеды, все. Фэшионисты к каблукам возвращаются максимум на 1-2 показа из всей недели моды. А в остальное время они ходят либо на удобном, устойчивом квадратном каблуке, либо в кроссовках и кедах. Я сама там была, я сама ходила на недели моды. Вот на таких каблуках опять же пущу вам фотографии, чтобы вы визуализировали, в какой обуви девушки, которые посещают фэшн-вики, которые связаны с миром моды, проводили весь день. Я вам могу сказать, что вечером, когда я снимала эти туфли, я горько плакала в ванной с холодной водой, потому что ноги болели так, как будто в них всадили тысячу иголок, тысячу гвоздей, и кто-нибудь еще их сильно так попинал. То есть, ну, второй день, третий день, каждый день все сложнее и сложнее было ходить. К концу недели просто падаешь и неделю спишь. Точнее, хотя бы неделю проводишь в горизонтальном положении, потому что на ноги наступить невозможно. Там живого места не остается к концу недели мода. Но это ладно, я немножко отвлеклась от темы. Суть в том, что люди привыкают к комфорту, и он уже не выходит из моды. И как стали популярны кроссовки, кеды, обувь на блоской подошве, абсолютно так же комфортная одежда, те же самые спортивные костюмы, они намертво въелись в наш гардероб. И если у вас до сих пор нет спортивного костюма, обязательно себе приобретите. И когда мы с вами говорим о пандемии и о моде во время пандемии, я, конечно же, не могу не упомянуть дезинфекцию, потому что это крайне важно. Именно поэтому это видео мы делаем в коллаборации с брендом Lysol, и при него как раз я хочу вам сегодня рассказать. Lysol – это американский бренд дезинфицирующих средств для дома. Он уже более 130 лет на рынке. А также он является научно доказанным безопасным методом защиты от бактерий и вирусов. Я была приятно удивлена узнать, что Lysol существовал еще во время крупнейших эпидемий, таких как испанка и холера. Сейчас же, как вы понимаете, он актуален как никогда. И несмотря на то, что бренду более 130 лет, он в России появился только в 2020 году, и это очень классная новость. Очень хочется отметить важные характеристики бренда Lysol. Во-первых, это то, что средства бренда Lysol убивают 99,9% бактерий и вирусов, в том числе тех, которые вызывают простуду и грипп. Также средства Lysol не содержат хлора и не оставляют вредных химикатов после применения. Что же я хочу вам рассказать интересного про дезинфекцию одежды? Естественно, я именно по одежде у нас здесь, поэтому про это я и буду рассказывать. Мне кажется, что за время пандемии мы с вами уже очень привыкли дезинфицировать руки и телефоны. Но мало кто из нас задумывается о дезинфекции одежды, а это не менее важно. Потому что именно одежда соприкасается больше всего с внешним миром. И именно одежда, она проходит через примерочные. Ее трогает руками очень много людей. В том числе даже одежда, которую вы заказываете онлайн, вы никогда не можете знать, кто примерял ее до вас. Поэтому дезинфекция одежды крайне важна, особенно в наше время, в котором мы сейчас живем. Но зачастую на модных вещах, особенно из деликатных тканей, стоит значочек, эмблемка, что стирка допускается только на низких температурах. А в такой среде бактерии и вирусы не то чтобы не погибают, а даже зачастую размножаются. И очень здорово, на мой взгляд, что Lysol предлагает решение именно для этой проблемы. И у бренда Lysol есть дезинфицирующий ополаскиватель для белья. И он тоже убивает 99,9% вредоносных бактерий, вирусов и грибов. И что, конечно, очень важно для меня, как для модной девушки, уверена, для вас тоже, для всех это будет важно, что он абсолютно одинаково хорошо справляется и с белыми тканями, и с цветными тканями, и не вредит им. Что еще крайне важно для меня, это постельное белье. И менять его желательно хотя бы раз в 2-3 дня, потому что на нем живет просто невероятное количество бактерий. И как я уже рассказывала, в секретах вечной молодости и в секретах вечной красоты, это наволочки. И наволочки лучше менять, честно говоря, даже каждый день. Именно наволочки соприкасаются с кожей, с лицом. А красоту лица мы хотим продлить как можно дольше. Поэтому максимально часто рекомендую стирать его постельное белье, а наволочки лучше менять каждый день. И стирать постельное белье обязательно с вот таким дезинфицирующим ополаскиванием, как есть у бренда Lysol. Также, мне кажется, очень важно не забывать о профилактике бактерий в самой стиральной машине. И как раз для этого у Lysol есть отдельное средство. Это дезинфицирующий очиститель для стиральной машины. И помимо того, что он, безусловно, дезинфицирует сам барабан, он также убирает налет и накипь. Получается такое очень даже многофункциональное средство для вашей стиральной машины. Также последнее средство, которое мне хочется упомянуть, это дезинфицирующий аэрозоль от бренда Lysol. И им можно обрабатывать как твердые, так и мягкие поверхности. Я думаю, мы все с вами, опять же, за последнее время привыкли дезинфицировать, например, ручки дверей, что и я делаю у себя дома. Но помимо этого, вы можете дезинфицировать и, например, диван. Если кто-то пришел в уличной одежде, сел, вы можете просто сбрызнуть его. И никакого вреда текстилю этот спрей тоже не принесет. Так что это универсальное средство для дезинфекции поверхностей в доме. Все средства заказать можно по ссылке внизу под видео в инфобоксе. И помимо этого, я вам оставляю очень классный чек-лист по дезинфекции вашего дома. Обязательно спускайте вниз и скачивайте его. Потому что там много интересного и полезного. Ну, а мы с вами едем дальше. Кстати, говоря об удаленной работе, хочется отметить, что это очень выгодно компаниям. Они на этом экономят. На аренде офисов, на всей инфраструктуре, на которой держится вся офлайн работа. Поэтому, ребят, я предполагаю, что мы постепенно, не все, конечно, не все работы, возможно, перевести в онлайн. Но большинство из нас перейдет в онлайн. То есть, в самозанятость такую. И мы будем работать с любого комфортного для нас места. И большинство из нас станет такими людьми мира, которые могут, не знаю, жить на Бали, образно говоря. И работать в офисе где-нибудь в Москве. Это все становится постепенно реально, не только для людей, которые работают сами на себя, но и для тех, кто трудится в офисе. Даже сейчас, например, я учусь в Британке, и у нас три преподавателя вещают из разных стран. Они работают педагогами в университете, но вещают из разных стран по зуму. То есть, мир меняется глобально сейчас. В том числе, говоря о моде, не могу не заметить, что онлайн-шопинг, он популярен как никогда. Да, просто, что может быть лучше онлайн-шопинга, когда все сидят дома? Это именно то, чем приятно заняться из дома. И, честно говоря, мне понравилось наряжаться дома. Я делала даже во время пандемии видео. Там то ли 10, то ли 20 ли нарядов было, как одеться дома. Интересно, если вдруг не видели, вот здесь там ссылочку, обязательно его посмотрите. И отпишите мне в комментариях, если вдруг вы человек, который никогда не заказывал онлайн, но начал заказывать во время пандемии. Или мало заказывал онлайн и стал много заказывать. Мне кажется, что это очень ярко. Это настолько ярко, что все стали заказывать онлайн. В том числе, моя мама, которая раньше без примерки ничего не покупала. Сейчас тоже заказывает вещи и обувь онлайн. Также, говоря про изменения в моде, мне очень хочется отметить. Отход на второй план такого среднего звена в моде. То есть, сейчас очень популярен, помимо домашней одежды, так называемый эскапизм. То есть, что это значит? Люди очень устали от локдауна. Это факт. Мы все устали. И, несмотря на то, что нам очень удобно и уютно в спортивном костюме или в пижаме дома, мы в то же самое время жутко хотим уже блесток, страз, мини-платье в дискотеке и наряжаться. Вот это вот невероятное желание наряжаться, оно есть сейчас в людях. И это массовая тенденция, и тенденция в мире моды тоже. Поэтому у меня ощущение, что дизайнеры сейчас производят либо домашнюю одежду, либо нарядную одежду, потому что в нечто среднем люди почти никуда не ходят. Люди либо наряжаются, либо они работают из дома. Возможно, кто-то удивится именно термину, и вообще, возможно, кто-то не знает, что такое эскапизм. Эскапизм это сбежать от насущного, сбежать от проблем, от страхов, от депрессии. Я видела на своих друзьях, на своих знакомых, как негативно вообще пандемия, и весь этот локдаун влиял на их состояние, мироощущение. Поэтому я употребляю именно этот термин, то есть люди устали и хотят от этого сбежать. Они хотят сбежать в веселье, краске и чуть ли не времена Версаля, когда просто были пышные баллы невероятной величины, невероятного размаха. Вот, поэтому я и сказала, что сейчас у нас в моде именно эскапизм. Далее, мода на спорт. Помимо просто комфортной домашней одежды, про которую я сказала ранее, очень в тренде сейчас спортивная одежда. Если раньше спортивные треники, какие-то олимпики, топы для тренажерного зала можно было увидеть скорее в самом тренажерном зале, то сейчас модно носить это на повседневной основе. И в коллекциях дизайнеров они стали появляться. Этот тренд абсолютно нельзя игнорировать. И на всем стритстайле мира мы можем видеть спортивные принадлежности в одежде и обуви. Как бы это ужасно не звучало, но нельзя представить лучшего времени для старта бренда спортивных костюмов или лаунжевых костюмов. Именно в этот момент, практически в эту пандемию появляется бренд Пангайя. Не хочу ни на кого грешить, но как будто, ребят, вы знали, что вы станете самыми востребованными во всем мире. И с одной стороны, вы, вы, я прям как будто с вами общаюсь напрямую, бренд Пангайя, привет, я Даша. Так вот, с одной стороны, бренд Пангайя, он очень этичен и экологичен. Если вы про него не знаете, обязательно почитайте. А с другой стороны, он еще и появился в самый подходящий момент. Бывает, что так кому-то везет. Вот, ребятам повезло на таком всемирном, скажем так, несчастье. Но для них, я думаю, это был огромный бум бизнеса. И, честно говоря, как разлетаются костюмы Пангая, просто как горячие пирожки. Они не успевают на сайт выложить коллекцию. Если вы не знаете, там нужно предзаказ оплатить заранее. Они производят количество вещей только по количеству заказанных вещей. У вас есть сутки, чтобы сделать заказ. Вам на почту приходит письмо, и в эти сутки вы спокойно заказываете, что хотите, любого размера, который вам нужен. И это потом производится и приходит к вам. Доставка достаточно долгая, недели 2-4 нужно ждать, потому что это еще и нужно произвести. Они борются с перепроизводством и с перепотреблением, за что я их очень уважаю. Но суть в том, что этот бренд стал настолько популярным, да, потому что его носили звезды, да, потому что он суперэтичный и очень резонирует с тем временем, в котором мы живем, за экологичность, за правильные такие поступки в моде. Но и Lockdown тоже сделал свое дело и дал такой пинок Пангая еще больше. Давайте поговорим о том, что покупали больше всего. Это будет аналитическая информация. Есть так называемый The List Index, и как раз в этом индексе, в этом списке вы можете найти бренды, которые были наиболее популярны в таком-то квартале, такого-то года. И второй, третий квартал 2020 года, то самое время карантина, Nike и Adidas были одними из 20 самых популярных брендов в мире. Это о чем-то договорит. И, ребят, почти половина этого списка – это спортивная одежда и, как вы думаете, что? Конечно же, маски. Это то, что люди покупали больше всего. Интересный момент, что во время пандемии Nike на 106% увеличили свои продажи. Одежды для дома, одежды для занятия спортом на улице. Опять же, спасибо пандемии, но я уверена, что это движение, эта тенденция будет продолжаться и дальше. Параллельно люди, некоторые, которые занимались в залах, когда залы закрылись, вообще перестали заниматься спортом. Но в то же самое время многие начали заниматься спортом на улице или дома, онлайн с тренерами, и это тоже очень классное движение. К слову говоря, обращаясь к тому же The List Index, я могу вам сказать, что потребление люкса не снизилось. И в двадцатку вошла одна из самых дорогих сумок. Это Chanel Classic Flap. Но! Есть одно большое но. Не новая Chanel Classic Flap, а Pre-Owned или Vintage. То есть это со вторых рук, либо винтажная. То есть рынок вторичный, люксовый, просто выстрелил во время пандемии. Во-первых, это этичное потребление. В плане того, что вы не покупаете что-то новое, произведенное, а вы используете то, что кому-то по каким-либо причинам, вообще не важно, по каким, стало вдруг не нужно. Или человеку нужны деньги вдруг. Или человеку не подошла модель, не подошел размер, не подошел цвет. Поставил маленькую царапинку и не хочет уже носить. Без разницы. Но это очень классно и очень этично. И я сама очень люблю рынок именно перепродажи. Я сама перепродаю свои сумки и вещи. У меня есть для этого официальная страничка в Инстаграм, куда я их примерно раз в полгода выкладываю. Далее давайте поговорим про спортивный костюм. И я вам покажу формулы образов, как можно носить спортивный костюм. Потому что мне кажется, тема насущная. У всех у нас появилось очень много худи, очень много треников. И хотелось бы знать, как их классно и стильно сочетать. Самое кайфовое, самое классическое, на мой взгляд, сочетание это кроссовки, спортивный костюм, именно худи с капюшоном и брюки, такие достаточно объемные, плюс пиджак или пальто. Еще можно дополнить бейсболкой и тогда вообще будет просто топовый образ. Чем более классическое пальто и чем более оверсайзный на вас тренч или пиджак или пальто, тем более стильно будет выглядеть образ. И также рекомендую вам надеть большие очки, чтобы вы выглядели просто как звезда, которая слегка скрывается от папарацци. В общем, такой образ выглядит очень непринужденно и очень стильно. Следующая формула все то же самое. Это спортивный костюм, плюс пиджак, пальто, тренч или пуховик укороченный, плюс ботинки. То есть вы заправляете, как бы делаете с напуском слегка эти треники. Это скорее всего, лучше всего, точнее будут смотреться что-то по типу комбат бутс, армейские ботинки, либо же высокие ботинки по типу Bottega Veneta. Самое главное, чтобы они были грубыми и массивными. Тогда это будет смотреться органично. Также, безусловно, спортивный костюм. Он на то и спортивный костюм, что у него есть отдельный верх, отдельный низ, и мы их можем разделять. Итак, как можно носить классно худи стильно? Вы надеваете худи с капюшоном, сверху очень оверсайзный пиджак или пальто, а на низ вы надеваете свободные струящиеся брюки. Хоть и шелка, хоть трикотажные. Главное, чтобы они красиво не спадали, струились и не облепляли фигуру. Что самое интересное, дополните вы это каблуками или кроссовками, смотреться будет одинаково стильно. Еще один интересный способ носить часть спортивного костюма, это взять объемные флисовые такие треники на затяжке, затянуть их на высокой талии, надеть топ-футболку, кроп-топ, даже топ в облипку, заправить внутрь этих штанов, и сверху надеть оверсайз пиджак, и уравновесить весь этот образ каблуками. Именно в данной ситуации вам катастрофически необходимы каблуки. Но если вы настолько привыкли, как и я, носить кроссовки, то этот образ не для нас с вами. Хотя, может быть, я на себя его примерю. Слишком уж аппетитно смотрится и хочется попробовать. Если все-таки вы хотите носить с кроссовками, то можно повторить все то же самое, но вверх сделать кроп-топом. То есть, понимаете, в чем суть, да? Почему в предыдущей формуле нужны каблуки с закрытым топом, с закрытым животиком, а в этой формуле лучше будет смотреться кроп-топ, если мы на ноги надеваем кроссовки, потому что мы в одной части тела подчеркиваем женственность. Например, в предыдущей формуле мы подчеркивали женственность каблуками. В этой формуле мы подчеркиваем женственность небольшой полоской животика. Всегда играйте на контрастах. Маскулинность с женственностью, оверсайз с чем-то облегающим. Это всегда смотрится максимально интересно со стилистической точки зрения. Также очень уютно такая же формула смотрится. Это брюки от костюма, кроп-топ, кроссовки и мягкий уютный кардиган. Например, вот этот очень бы даже туда подошел. Далее, никуда не денешься от того факта, что маски стали неотъемлемым атрибутом нашей повседневной одежды. То есть, если до этого все носили просто обычные медицинские маски, белые или голубые, то со временем люди начали понимать, что никуда от этого не сбежишь. И если ты такая из себя вся модная девочка, то у тебя обязательно должна быть какая-то модная маска. Большинство вообще подбирают маски под определенный наряд. То есть, есть целая коллекция масок, как у нас есть коллекция сережек, коллекция колец, часов. Теперь появляются коллекции масок, чтобы они сочетались с разными аутфитами. Все недели моды, которые прошли в режиме офлайн, везде, где был стрит стайл, везде были надеты маски на людях. И некоторые маски просто производили фурор. Там чуть ли не стразы, цветы, какие-то аппликации, сумасшедшие расцветки. Некоторые в принт и в тон аутфита сделаны. И даже некоторые коллекции сейчас снимаются, лукбуки для коллекций с масками. То есть, настолько они вошли в наш обиход. И, как я понимаю, честно говоря, не собираются никуда уходить. Поэтому, если вы все еще не приняли эти реалии, то самое время приобрести себе парочку стильных масок. Далее, я обещала вам рассказать про фотосессии онлайн. Я уверена, что вы об этом уже слышали, но, возможно, не все. Что во время пандемии появился такой тренд на домашнюю фотографию по фейстайму или по зуму. То есть, человек звонит вам, фотограф, звонит вам по зуму или по фейстайму на телефон. Вы куда-то ставите телефон, начинаете им позировать на фронтальную или на заднюю камеру. Он говорит вам, что делать, как на обычный фотоаппарат на штативе. И это фотографии не идеального качества, но очень атмосферные. И было сделано очень много таких фотосессий. Некоторые из них просто запали мне в сердце. Например, такие фотосессии делала Саша Буримова. И я просто с наслаждением это смотрела. Но со временем, как прогрессировала пандемия, этот формат тоже начал меняться. И стал, знаете, неким подобием домашней фотографии, но на более профессиональном уровне. Но что самое интересное, в этой фотографии очень много души. И многие снимки были сделаны домочадцами. То есть, например, фотографию, которую я сейчас покажу по экрану, сделал 11-летний сын Анжелины Джоли. И эта фотография пошла в журнал. Да, вы не ослышались. Фотография, сделанная просто 11-летним сыном актрисы, пошла в журнал Harper's Bazaar. Как это можно было до этого себе представить? В том числе, Кайли Дженнер со своей дочерью появляется на обложке Vogue, на снимке, сделанном через веб-камеру. Ким Кардашин для журнала Another фотографировал ее муж. Из-за социального дистанцирования актриса Дрю Берримор сняла сама себя на вот такую вот кнопочку, которой я пользуюсь, чтобы снять обложки для YouTube, а она себя сняла для обложки InStyle. Российские журналы тоже поддержали такую тенденцию, и несколько обложек российского Эль вышло как раз с подобными digital снимками, то есть со снимками, сделанными в тренде пандемии. И я думаю, что этот тренд тоже никуда не собирается уходить. Особо максимально милым, мне кажется, обложка с видеозвонком, когда модель звонит своей бабушке. Это настолько трогательно выглядит, вот я бы сказала, наверное, что это одна из самых лучших обложек Эль, когда-либо сделанных. В том числе британские модели, например, снимали сами себя для благотворительного проекта журнала Vogue. Всю одежду, которую они демонстрировали на себе на этой съемке, точнее деньги с ее продажи, они пожертвовали фонд по борьбе с коронавирусом. Фотограф Ник Найт через Zoom снял совершенно невероятные фотосессии для журнала Vogue. Просто посмотрите на эти картинки. И представьте на секунду, что это снято просто через статичный компьютер, а не через фотографа, который бегает вокруг модели. А теперь давайте поговорим про будущее моды. Что нас ждет, по моему мнению? Некоторые бренды будут пропадать. К сожалению, тут как у Дарвина, сейчас выживает сильнейший. Сейчас выживает тот, кто умеет подстроиться под реалии, кто мобилен, у кого сознание не стоит на месте, а также у кого есть сильная концепция, и очень много людей фоловит этот бренд и хотят его поддерживать, потому что сейчас многие бренды держатся чисто на поддержке людей. В том числе я вижу массовую поддержку локальных брендов. Мне кажется, что очень большой акцент сейчас люди делают на то, что производится рядом. Знаете, когда наступают трудные времена, люди начинают поддерживать своего ближнего, соседей, кого-то из своего города. И вот то же самое сейчас происходит и с брендами. В том числе, как я уже говорила, большинство брендов делают ставки на онлайн, именно ритейл, нежели на офлайн. Многие магазины в офлайне будут закрываться в торговых центрах или монобутики, а онлайн будет процветать, процветать и процветать. В том числе нельзя не отметить то, что сейчас глобальная тенденция к пересмотру количества недель моды. Я считаю, что количество недель моды будет сокращено, и это не единоразовая акция, а скорее всего, более глобальная акция. Таким образом, во-первых, бренды экономят бюджеты, которые сейчас и так у всех страдают, из-за того, что продажи у многих брендов падают. Ну и во-вторых, это некое сокращение того безумия, которое вообще воцарилось вокруг всех недель моды. Ну а также в том числе это уменьшение потребления. Это один из трендов, который будет очень актуален в ближайшее время и, возможно, он даже с нами надолго задержится, что было бы на самом деле здорово. Многие бренды во время пандемии, которые не смогли или не захотели провести свои показы в режиме офлайн, они сделали показы онлайн. И это тоже глобальное изменение в мире моды, потому что глобальных офлайн-показов раньше не было. Были трансляции, безусловно, но так, чтобы весь показ, вся режиссура, операторы, все это было создано как целый фильм, такого раньше никогда не было. Еще очень интересный ход сделал бренд Лоэве, как они представили свою новую коллекцию. Они отправили коробку, это был показ, своего рода показ. В этой коробке лежали изображения вещей новой коллекции. Они все собирались в кубики, и эти кубики можно было рассмотреть со всех сторон, соответственно, как будто вы смотрите вещь со всех ее сторон. Еще очень красивая фотография, я должна вам ее показать. Американский инстайл сделал репродукцию, точнее ремейк знаменитого фотографа Армонда Жилли. Фотография называлась «Девушки в окнах», и такую же фотографию, похожую, сделали в Нью-Йорке, только теперь эта фотография войдет в историю как некий символ самоизоляции в Нью-Йорке. Один из самых главных и, безусловно, важных трендов, которые запустились в этом году из-за пандемии, это sustainable fashion, то есть это переработанные материалы. И, например, компания Пандора, они отказались от использования нового сырья и будут использовать только переплавленное золото и серебро. Масс-маркет бренд Монки объявил о запуске линии переработанного денима. В Манго вышла очень интересная коллекция вещей из переработанных вещей. И, кстати, Манго хочет эту инициативу продолжить, как делает уже многие годы H&M в коллекции Conscious, и хотят каждый год делать коллекцию из переработанных вещей. Это очень здорово. Вы не поверите, но даже Макдональдс здесь принял участие, и они выпустили коллекцию купальников, которые сделаны из переработанных трубочек. Бренд Ральф Лорен выпустил коллекцию пола под названием Earth, в которую включил вещи из переработанного пластика. А электронная обложка португальского ВОК посвящена проблемам мирового океана. То есть, мода глобально сейчас заботится, глобально начинается. Не нужно слишком много ярлыков навешивать на моду. Это такая огромная машина, которую в один день остановить и все изменить полностью невозможно. Но мне очень радостно видеть, что вот по маленьким шажочком мы двигаемся в правильном направлении. Продолжая говорить о заслугах брендов, об экологичности, например, бренд Burberry выпустил новую коллекцию ReBurberry, то есть Перри Burberry, если это можно так перевести, в которой использовал вторсырье, а также переработанные, например, сети для рыбной ловли. А бренд Gucci запустил аж целый новый профиль в Instagram, который называется Gucci Libreary, по-моему, сейчас скажу. ошиблась, Gucci Equilibrium, и он посвящен всему тому, что бренд Gucci делает для экологии. И это очень здорово знать, что бренд, который вы любите и покупаете, делает для мира что-то хорошее. А некоторые бренды, такие как Burberry и August Getty, они пошли еще дальше, то есть вообще будущее-будущее моды, оно за полностью виртуальным характером, то есть там одежда, коллекция целая представлена на электронных моделях, то есть вообще без участия моделей и живых людей, полностью в онлайн формате и на электронных моделях. Обязательно напишите мне, что вы об этом думаете в комментариях. И также я буду очень рада, если вы порассуждаете на любую из тем, про которые я говорю в этом видео, внизу в комментариях, и я рада буду с вами там встретиться и тоже пообсуждать. Кстати, пару забавных фактов, например, новые лица Gucci, целая компания, это известные геймеры. Да, это к слову о том, что тенденция моды будущего это все про онлайн, это все про виртуальность, и даже модными лицами становятся геймеры. Люблю, целую, обожаю, и пока-пока, с вами была Даша.